Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Как и обещал, у нас серия видео, посвященная тому, куда я инвестирую сейчас, почему, какая выглядит структура моего портфеля в настоящий момент. Вот в этом видео мы поговорили про доллары, поделился, почему я сейчас полностью отказался от безналичной формы. В сегодняшнем видео хотелось поговорить про недвижимость, потому что в этом же видео, про которое я упомянул, говорил, что у меня доллары зарезервированы для покупки недвижимости. Недвижимости за рубежом, потому что в России есть отдельная история, связанная с тем, что в России, да, недвижимость выросла, вопросов нет, никто не спорит. По-прежнему я остаюсь при своей точке зрения, что недвижимость в России упадет. Но я смотрю для себя более глобально, то есть недвижимость для меня интересна с целью, а первое, получать валютную доходность, то есть иметь диверсификацию по странам. И поэтому я хочу, чтобы у меня был какой-то определенный объект собственности, который бы приносил рентную доходность. Это первая история. То есть некая валютная диверсификация, диверсификация по странам. Второе, недвижимость дает возможность получения гражданства. Что бы там ни говорили, второго гражданства. То есть не обязательно, что я сменю гражданство, но то, что такая возможность есть, я считаю, что в эти непростые времена хорошая история. Та реальность, в которой мы жили последние 30 лет, когда мировые центральные банки придерживались предельно мягкой денежно-кредитной политики, когда стоимость денег завтра была всегда дешевле, чем вчера, когда стоимость кредитования снижалась, когда стоимость ипотеки снижалась, когда дополнительно еще последние 10-15 лет активно печатали валюту и занимали денежные средства, это привело к тому, что когда люди оказывались в истории, что ставки низкие, кредиты дешевые, а из-за того, что ставки низкие, дешевые кредиты, ставки по вкладам за рубежом, они тоже низкие. И это вот та самая история, когда мы говорим про Россию, да, почему у нас люди в России деньги на депозиты особо не несут, почему у нас люди деньги на фондовый рынок особо не несут, а несут на рынок недвижимости. Причина одна и та же, да, то есть заблуждение считать, что люди там умнее, чем люди здесь. То есть на уровне обывателей, на уровне среднего класса мы примерно мыслим одинаковыми параметрами, мы мыслим одинаковыми понятиями. То есть я получаю деньги, у меня располагаемый доход растет, недвижимость, в которой я живу, тоже постоянно увеличивается в цене. Стоимость ипотеки снижается, недвижимость в плане доступности становится более доступной. Мне не нужно копить какую-то крупную сумму, я могу купить сейчас, и платить какие-то маленькие проценты. Причем проценты за рубежом, преимущественно, да, по ипотеке, это плавающие процентные ставки. То есть что значит плавающая процентная ставка? Что ставка по ипотеке привязана к ставке центрального банка, плюс какой-то интерес банка, да, который выдает этот кредит. И поэтому, когда у вас, вы живете в парадигме, что у вас деньги там в Соединенных Штатах Америки с 80-х годов стоимость денег с 22% упала там до 0,5%, то мы понимаем, что если вы брали ипотеку с плавающей процентной ставкой, да, ну по 20% может быть там никто особо-то и не брал ипотеку, но когда ставки были там на уровне уже 7-8%, как в России наблюдается, вот смоделируем ситуацию, вам приходит и Сбербанк завтра говорит, слушай, вот ставка центрального банка 7%, мы тебе выдаем кредит под ставку центрального банка плюс 2,5%. И вы понимаете, что, ну, предыдущие там несколько лет ставка преимущественно снижалась, да, то есть когда целое поколение людей в Европе выросло в простой парадигме. Стоимость денег завтра все равно дешевле, чем вчера. Да, бывают кризисы, да, краткосрочно бывает рост процентных ставок, но потом все равно снижается и снижается ниже предыдущего уровня, который был. И поэтому люди это выбирали. К чему в итоге это привело? К значительному росту спроса. То, как я уже неоднократно говорил, можете прочитать Шиллера и рациональный оптимист, как он показывает, работает вот эта вот петля положительной обратной связи, подтверждение. Я купил дом за 50 тысяч долларов, да, соответственно, взял его в ипотеку, ипотека была 7% ставка рефинансирования плюс 2%. Через 5 лет у меня эта недвижимость выросла до 100 тысяч долларов, да, я эту ипотеку полностью закрыл, потому что у меня доходы увеличились. Мне сказали, мы тебе дадим еще денег, но уже дадим не под 7% плюс 2%, а дадим под 5% плюс 1,5%. Соответственно, я взял, купил еще недвижимость на 100 тысяч долларов, у меня уже два объекта недвижимости. Еще через 5 лет вся эта недвижимость выросла там до 200 тысяч долларов, да. При этом ипотечная ставка снизилась уже до 2,5 плюс 1,5, там, 3,5%. И недвижимость, соответственно, выросла, стоит уже там 400-500 тысяч долларов, да. И эта петля позитивного подтверждения обратной связи привела к тому, что рынок очень сильно вырос. Цена недвижимости очень сильно выросла. Еще в 2014 году, когда произошло уже восстановление послекризисное, в Европе уже тогда наблюдался пузырь недвижимости. Как определяется пузырь недвижимости, это отношение цены недвижимости к годовому рентному доходу. И он уже в 2014 году превышал. Но с 2014 года произошло увеличение цены на недвижимость там в Европе еще порядка 70-150%. То есть пузырь вырос еще больше. Что мы наблюдаем в настоящий момент? Инфляция растет, процентные ставки повышают, производство закрывается, энергоресурсы стоят очень дорого. Производства в принципе не могут существовать при таком уровне инфляции процентных ставок. А они должны хоть какое-то длительное время находиться на высоких значениях. Это приведет к росту безработицы. Это приведет к тому, что часть производства будет выведена, я не знаю, в сторону Америки. Это приведет к тому, что технологии будут утекать, умы будут утекать. И что тогда будет в Европе? Что мы тогда получаем? Мы получаем действительно рецессию. И когда люди заявляют о том, что будет Великой депрессия версии 2.0, да, я в этом соглашусь. Другой вопрос, что недвижимость более инерционная, чем финансовые рынки. То есть если акции могут в моменте за один день упасть на 10%, за месяц могут упасть на 30%, за полгода могут упасть на 50-70%. В недвижимости такого нету, потому что недвижимость связана с регистрацией титула, права собственности. Она связана, если мы говорим про изъятие, его нужно пройти судебную процедуру, чтобы эту недвижимость изъять банку. Потом нужно пройти процедуру банку, чтобы выставить эту недвижимость на торги. Потом согласовать эту цену на торгов. Будут там участники торгов, не будут участники торгов. То есть это некий временной лаг. После того, когда начинаются основные проблемы в экономике, составляет где-то порядка полутора-двух лет. У меня у самого есть товарищ Дмитрий, мы с ним еще в Воронеже познакомились, когда я жил. Тогда, в 2012 году, человек купил виллу в Средиземноморском побережье Испании. Соответственно, он купил эту виллу порядка, ну я точно не помню, знаю, что цифры были в районе 60-70 тысяч евро за виллу. При этом до кризиса эта вилла стоила порядка 350-380 тысяч. Что я понимаю в настоящий момент? Проблема, которая сейчас накроет Европа, если мы говорим о долговом кризисе, то проблемы в Европе, которые привели к такой, конкретно к этой сделке, которую лично я знаю, где я видел документы, да, и человек потом сдавал ее в аренду своим друзьям, знакомым, на, ну просто по-дружески, по привлекательным ценам. То есть проблемы, которые привели к формированию этой сделки, они возникли в Европе в 2010-2011 году. Это проблемы Греции были. У Греции тогда долг был 300 миллиардов евро. 300 миллиардов. Проблема с долгом Греции на 300 миллиардов евро, когда Центральный банк начал все это спасать, когда облигации просто там доходности улетели в космос, а облигации попадали. Эта проблема была создана долгом в 300 миллиардов. Сейчас, если посмотреть, что происходит с долгом в Европе, есть Италия. Италия – это ни капельки не Греция. Италия – это третья экономика Европы после Франции и Германии. И там проблемы на 1,5 триллиона евро. И здесь, как говорится, боливар двоих не выдержит, потому что Европейский Центробанк не справится с таким объемом продаж. А мы должны понимать, что помимо того, что Европейский Центробанк держит данные облигации, есть еще и пенсионные фонды, есть банки, европейские банки, которые это покупали. Кредит Свис уже реструктуризацию проводит. То есть у швейцарских. Швейцарские банки всегда были предельно консервативны. У предельно консервативных банков проблемы. У германских банков очень серьезные проблемы. То есть в 2011 году Коммерсбанк и Дойчбанк не проходили стресс-тесты, которые проводил Европейский Центробанк. И тогда они как раз-таки спасали, печатали деньги. Сейчас проблемы увеличились в 3-4 раза. В 3-4 раза увеличились проблемы и ресурсы для того, чтобы устранить мягко, комфортно эти проблемы, чтобы по лезвию ножа пройти, как это было сделано в 2011-2012 году, не получится. Поэтому из этого я делаю вывод, каким образом развивается ситуация. Сначала возникают долговые проблемы у стран Европы. Европейский Центробанк с этим не справляется. Банки, которые держат эти облигации, то есть они там у них тоже находятся, в том числе в резервах по обеспечению, у них резервы схлопываются. Из-за того, что инфляция растет и повышаются процентные ставки, а предприятие закрывается, увеличивается безработица. Когда увеличивается безработица, соответственно, люди остаются без работы. А при выросших ценах на продукты питания, на бытовую технику, ну, просто на текущее потребление бытовое, нужно где-то деньги брать. Работу устроиться вы не можете. Эмигрировать особо вы не можете, потому что вы не обладаете какой-то высокой квалификацией. Где деньги брать? Но первым делом вы, конечно, побежите, если у вас есть какая-то подушка безопасности на банковском депозите, вы будете закрывать банковский депозит. Вы начнете забирать деньги у банков. Собирая деньги у банков, вы начинаете у них забирать пассивы. То есть вы начинаете забирать у них ликвидность, то, что им необходимо. А банки уже выдали кредиты 5 лет назад, 10 лет назад. Они выдали ипотечные кредиты. Соответственно, они не смогут удовлетворить выросший спрос на наличность, которая возникнет со стороны населения. И тогда они будут распродавать активы, которыми владеют акции, те же самые, облигации. Но этого будет недостаточно, потому что это приводит к еще большим проблемам. Потому что единственное спасение тогда это Европейскому Центробанку еще напечатать денег. Это еще более высокая инфляция. Более высокая инфляция, это еще большее падение производства. Это еще большее падение покупательской активности. То есть начинается вот этот вот, как снежная комната, соответственно, начинает нарастать. Что следующее делают? Простые обыватели. Недвижимости, конечно же, они будут держаться. При этом нужно понимать, что коммуналка же выросла на обслуживании этой недвижимости. Идет второй шаг. Что делают вторым шагом? Продают акции, которые до этого уже банки так уже существенно распродали с большими убытками. Начинают закрывать инвестиционные программы накопительное страхование жизни. Потому что там это очень сильно развито. Люди говорят, ну блин, я вот тут 15-20 лет копил, да, то есть у меня выкупная сумма уже приличная. Люди начинают закрывать свои страховые программы. Обращаются в страховые компании. А страховые программы в чем размещали все страховые резервы? Недвижимости и облигации. То есть начинают страховые продавать недвижимости, они начинают продавать облигации. Опять оказывает давление на облигации. И тогда что? Тогда получается, что, понимаете, люди будут делать все в самый последний момент. Если они побегут за деньгами в банке, банки будут продавать облигации и акции. Облигации и акции уже рухнут в цене. Люди, соответственно, делают второй шаг. Они начинают забирать деньги из страховых, накопительных программ. Они бегут в страховые. Страховые еще больше давления оказывают на облигации и недвижимость. То есть их недвижимость начинает падать в цене. И достигает такие значения, что человек начинает выплачивать ипотеку. И он понимает, что у него размер ипотеки, которую он выплачивает, или незакрытый размер ипотеки, уже больше, чем его стоимость недвижимости. И они, соответственно, будут продавать. Ну и третье последствие, последствия третьего порядка, если уж так развивать мысль. Что мы будем наблюдать? Мы будем наблюдать, что кто-то будет просто продавать недвижимость, если их несколько объектов недвижимости у кого было. В первую очередь какая-то курортная, дачная недвижимость. То есть заканчивая тем, что банки будут изымать. Ну когда человек безработный, а у него нет ни депозита, ни накопительной страховой программы, у него есть только жилье свое собственное. Но он будет ее продавать в надежде, что он снимет в аренду, да, будет арендовать, по крайней мере, что-то попроще. И это по всему рынку происходит. И это вал. А из-за того, что левериджа много, из-за того, что кредита много, из-за того, что экономика закредитована очень сильно, падение будет достаточно глубокое. Просто еще раз к тому, о чем я говорил в самом начале. Недвижимость, она более инерционная. Опять же, возвращаясь к видео, для чего я нахожусь в кэше, почему я нахожусь в долларовом кэше. Потому что, когда вы в такой ситуации оказываетесь, и у вас есть кэш, вы можете получить хорошую скидку. К так уже очень сильно упавшей цене. Поэтому все достаточно просто. Схема пять к одному. То есть, я понимаю, что люди, которые сейчас покупают недвижимость в Арабских Эмиратах, в Турции, какие-то апартаменты там за 150 тысяч долларов, 250 тысяч долларов. Но вот представьте себе, что за 200 тысяч долларов вы можете купить недвижимость, которая через 3-4 года, которая сейчас стоит миллион долларов. Это первый вариант. Второй вариант. Вы можете за 250 долларов купить в 5 раз больше объектов недвижимости. Именно об этом, почему и как происходит, я рассказываю на вебинаре, трехчасовой вебинар, как я лично собираюсь поступить, почему мы действительно будем это наблюдать, что происходит с экономикой, какие существуют экономические циклы, почему происходят кризисы, когда этот кризис может закончиться, каким образом двигаются активы в кризис. То есть, каким образом структурировать капитал в настоящий момент, именно я структурую капитал в настоящий момент, с целью увеличения его в 3 раза в следующие 3 года. Я считаю, это вполне реальной целью. Хотите узнать, каким образом лично я собираюсь это сделать, ссылочка под данное видео. Подписывайтесь, чтобы получить эту информацию. Вебинар абсолютно бесплатный. Надеюсь, вам это будет ценно и полезно. Сегодня у меня на этом все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Следующее видео будет посвящено драгоценным металлам, золоту и серебру. Почему я его выбираю, в какое процентном соотношении. Для этого обязательно колокольчик и подписка на канал, чтобы не пропустить выход данного видео. На этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok